Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей в студии Ростислав Белык. Губернатор Орловской области Вадим Потомский выступил с ежегодным инвестиционным посланием. На церемонию были приглашены советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор в Орловской области Афанасий Киселев, члены правительства области, депутаты, главы муниципальных образований области, представители бизнеса и общественных организаций. В инвестиционном послании глава региона обозначил приоритетные направления работы по привлечению инвестиций и развитию реального сектора экономики в 2016 году. Уважаемый Сергей Юрьевич, уважаемые депутаты областного совета, представители делового сообщества, участники заседания и коллеги. В соответствии с принятым правилом я обращаюсь к вам с ежегодным инвестиционным посланием. В нем обозначены приоритетные направления нашей работы по привлечению инвестиций и развитию реального сектора экономики в 2016 году. Все включенные в послание меры продуманы и взвешены. Они будут реализованы с учетом непростых условий, в которых находится Орловская область и в целом Российская Федерация. Сегодня Россия переживает один из самых сложных этапов за весь новейший период своей истории. Главным образом это связано с влиянием внешнеполитических факторов. Страны Евросоюза во главе США ведут скоординированную работу по экономическому и политическому давлению на Россию. Как сказал президент страны Владимир Владимирович Путин, это наша плата за то, что мы хотим сохранить свою независимость и свой суверенитет. Вместе с тем мы понимаем, и то, что значительная часть проблем в экономике, финансовой сфере страны связана с нашими внутренними факторами. Успех экономического развития регионов и России в целом напрямую зависит от слаженной государственной политики, стратегически важных решений в корректировке ее контактуальных инструментов. Мы приветствуем то, что на уровне правительства в научном сообществе, предпринимательских кругах сегодня открыто обсуждаются вопросы о необходимости принятия мер, способных вывести экономику страны на траекторию опережающего развития. Речь, в частности, идет о корректировке денежно-кредитной политики, стимулировании реального сектора и научно-технической сферы. Все мы видим, что высокие процентные ставки и хаотические колебания курса рубля серьезно усложняют процесс инвестирования в реальный сектор экономики. У предприятий нет необходимых резервов для расширения производства. Они критически нуждаются в дешевых ресурсах, в первую очередь финансовых. Необходимо снизить ставки и кредитование, сделать кредиты дешевыми. Как сказал еще в 2012 году президент страны Владимир Владимирович Путин, нам нужны дешевые и длинные деньги для кредитования экономики. Регионы страны, отечественные бизнесы рассчитывают, что такие решения будут приняты. Это позволит резко оживить экономику страны, более уверенно противостоять всем внешним вызовам. Как сказал глава государства, нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях и профессиональных компетенциях. Мы должны быть готовы работать в новых финансово-экономических условиях, внедрять новые механизмы развития производства и сбыта, сохранять социальную стабильность. Уважаемые коллеги, коротко остановлюсь на текущем положении дела в экономике и инвестиционной сфере, а также выполнении задач, которые мы сами планировали на ушедший 2015 год. Несмотря на влияние целого комплекса негативных факторов, валовый региональный продукт по предварительной оценке в 2015 году оценится в сумме 199 миллиардов рублей. Или около 112 процентов роста к уровню 2014 года в действующих ценах. Это несколько лучше, чем в среднем по России. В России 103,3 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства сложился в сумме 113,5 миллиардов рублей, и по сравнению с 2014 годом он увеличился на 18,7 процента. В 2015 году смогли существенно увеличить отгрузку продукции ряд предприятий промышленного сектора и сельского хозяйства Орловской области. Объем производства сельскохозяйственной продукции, по предварительным данным, в 2015 году состоял 64,4 миллиарда рублей, или на 123 процента выше в действующих ценах к уровню 2014 года. Это очень приличный показатель. Общий объем инвестиций по итогам 2015 года состоял 52,3 миллиарда рублей, что на 9,9 процента выше уровня 2014 года. Доля инвестиций в внутренний региональный продукт состояла 26,3 процента, что превышает индикатор, установленный указом президента на 2015 год. Согласно указу президента, этот индекс должен быть 25 процентов. У нас 26,3. Для улучшения условий деятельности бизнеса важнейшей остается реализация положения инвестиционного стандарта. Первый результат его исполнения показали. Созданная нормативная база упростила процесс запуска бизнеса и улучшила ситуацию с реализацией инвестпроектов на Орловщине. В этом сайте поручаю Департаменту экономического развития инвестиционной деятельности на постоянном основе продолжить работу по модернизации нормативной паровой базы в сфере поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности. В 2015 году была разработана новая форма поддержки специальный инвестиционный контракт. Положение о нем прописано в новой редакции закона о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Орловской области. В результате мы получили дополнительные преимущества стимулирования инвестиционных процессов в промышленности области. Как сказал по этому поводу президент в ходе послания Федеральному собранию, в рамках таких контрактов можно предоставить право регионам снижать ставку налога на прибыль до нуля, чтобы инвесторы могли покрыть свои капитальные затраты на создание новых производств. Используя эти возможности для привлечения новых инвесторов, региональная власть намерена продолжить всестороннюю поддержку внутренних инвестиций. Уже работающие на территории Орловской области компании также смогут получать поддержку в рамках специальных инвестиционных контрактов, несмотря на то, что они свою работу начали несколько раньше. Это и налоговые льготы, и гарантия субсидий на дальнейшее развитие. В этой связи мы рассчитываем на более активную инвестиционную позицию орловских компаний. Для инвесторов сегодня важны любые формы поддержки. Свой эффект могут дать различные формы гарантии для получения кредитов на развитие бизнеса. В этой связи, полагаю, важны проработать возможности создания имущественных залоговых механизмов. Соответствующие условия должны обсуждаться с кредитными организациями. В инвестиционном постановке 2016 год мы ставим задачу начать создание не менее 10 индустриальных парков в муниципалитетах области. Муниципалитеты уже работают на оформлении земельных участков. Анализируют свои преимущества с точки зрения создания многоотраслевой специализации. Прошу глав муниципалитетов до 15 апреля завершить анализ ресурсного потенциала и точек роста. Уважаемые депутаты, в 2015 году было многое сделано для развития на Орловщине малого и среднего бизнеса. На его поддержку было привлечено более 89 миллионов рублей. Основными направлениями господдержки малого и среднего бизнеса являются представление микрозаймов, гарантий и поручительств по кредитам, субсидирование затрат, направленных на развитие бизнеса. Средства субсидий в 2015 году были также направлены на создание на базе Фонда поддержки предпринимательства Орловской области Центра кластерного развития. Рассчитываем, что работа Центра будет способствовать развитию территориальных кластеров. В настоящее время в сфере деятельности у нас два кластера. Инновационный кластер навигационно-темалитических систем с использованием спутниковых системы ГЛОНАСС-ГПС. Кластер специального приборостроения, автоматизированного системы управления и кибербезопасности. В 2015 году создана корпорация развития Орловской области. Она станет главным оператором по созданию инвестплощадок, развитию инфраструктуры, индустриальных парков, сопровождению инвесторов в режиме одного окна. Корпорация развития Орловской области одной из основных задач ставит себе обеспечение деятельности проектных офисов по работе с инвестпроектами в аграрной и промышленных сферах. Данные офисы будут сопровождать инвесторов с момента их обращения и на всех стадиях реализации проекта. А при необходимости в дальнейшем производственной деятельности. Импульсом для развития инвестиционно значимых территорий станет также недавно принятый региональный закон, который дает возможность предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для масштабных инвестпроектов. Еще одним инструментом проработки инициатив инвесткомпаний может стать создание отраслевых конституционных служб. Получая заместителя председателя правительства области по АПК Дмитрию Владимировичу Бутусову, проработать вопрос создания информационно-конституционного центра в аграрном комплексе. Приоритетными направлениями развития пока станут увеличение производства и переработка продукции животноводства и растеневодства с организацией полного цикла переработки, строительство складских помещений для хранения сельскохозяйственной продукции и логистических комплексов. В связи с этим в муниципалитетах необходимо разработать и внедрить систему местных стандартов с учетом отраслевой спецификации районов и запасов сырья. При этом на региональном уровне важно активизировать поддержку бюджетнообразующих секторов, искать механизмы и пути развития производств, дающих наибольший прос добавленной стоимости. В сельском хозяйстве это должно быть внедрение новых, наиболее высокорентабельных культур, новых перспективных подразделений, таких, например, как глубокая переработка зерна и ряд других важных направлений. Мощный потенциал АПК открывает возможности для развития высокотехнологичного агропромышленного кластера в регионе. Уважаемые коллеги, для повышения конкурентоспособности области в 2015 году большие усилия были направлены на создание инвестиционного маркетинга региона. Орловская область участвовала в Санкт-Петербургском экономическом форуме и в Международном инвестиционном форуме в Сочи, где была представлена наша экспозиция. В посольствах Франции, Японии, ФРГ, Беларуси, Ирана состоялась презентация инвестиционного потенциала региона. В ноябре прошли две встречи с делегациями Союза промышленников и предпринимателей Киргизии и Республики Болгария. Наши представители приняли участие в заседании рабочей группы Российско-Шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству. В текущем году эта работа будет, безусловно, продолжена. Область планирует принять участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, в Международном инвестиционном форуме в городе Сочи и в других подобных мероприятиях. В РУДН продолжена работа по снижению административных барьеров. Ее результатом уже стало включение области в число регионов с комфортным условием для бизнеса. Поручая Департаменту экономического развития инвестиционной деятельности до 30 апреля текущего года подготовить предложение по улучшению условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров. Предусмотреть при этом применение механизмов проектного управления. В 2016 году мы должны сконцентрироваться на решении еще одной стратегической задачи создания особой экономической зоны. На ее территории предполагается разместить предприятия различной направленности. От транспортно-логистических центров до сырных производственных мощностей по выпуску асфальтобетона или железобетонных конструкций. От перерабатывающих предприятий до предприятий по сбору сельскохозяйственной техники. Для решения состоящих задач сформирована рабочая группа. Определись земельные участки, проведена работа по формированию схемы планирования объектов будущей экономической зоны. Сегодня мы уже подписали три соглашения. Общий объем на 10 миллиардов рублей. Скорость реализации этих проектов в 2016-2018 год максимально. Вручаю органам государственной власти и регионам принять активное участие в подготовке заявки Министерства экономического развития России на создание особой экономической зоны. Насколько мне известно, порядка 95% подготовленных документов и мы в ближайшее время уже будем выходить на Министерство экономического развития. Надеюсь, что в апреле месяце документ ляжет на пот с председателем правительства о внесении данного документа на правительство Российской Федерации о принятии решения о создании особой экономической зоны. В 2016-м году мы прогнозируем процесс постепенной стабилизации экономической активности. По оптимистическому сценарию в текущем году объем ВРП составит 212 миллиардов рублей. Это на 6,5% больше уровня 2015 года. Перерост индекса промышленного производства также прогнозируется на уровне 1-2%. Объем отгрузки вырастет на 10% и достигнет почти 120 миллиардов рублей. Ожидаем вложения в экономику региона порядка 55,6% миллиардов рублей инвестиций. Это плюс 6-7% к уровню прошлого года. Доля инвестиций в валовый региональный продукт прогнозируется на уровне 26%, что выше прогнозного показателя по России. Он 18-18,6%. В этой связи поручаю Департаментом промышленности и связи, сельского хозяйства, строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области до 15 сентября текущего года обеспечить выполнение отраслевых планов по развитию инвестиционной деятельности в регионе. Предоставить предложение по реализации проектов на основе государственного частного партнерства в курируемых отраслях. До 30 апреля предложения по реализации проектов на основе государственного частного партнерства в социальной сфере должны предоставить Департамент образования, здравоохранения, социальной защиты населения, опеки и попечительства. Кроме того, считаю важно, что в рамках внедрения инвестиционного стандарта в правительстве Морловской области принято решение о реализации стратегии «Открытый орел». Мы ставим цель создать эффективную систему управления инвестиционным процессом для формирования максимально комфортных условий осуществления инвестиционной деятельности, интеграции регионального производственного комплекса в федеральный и международный инвестиционный процесс. Закладывая фундамент стратегии «Открытый орел», мы открываем возможность каждому оценить предлагаемые мероприятия и внести свой вклад в эффективную реализацию стратегии. Отчет о ходе реализации стратегии «Открытый орел» Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности должен предоставить до 1 сентября 2016 года. Уважаемые депутаты, сохранение и приумножение социально-экономического потенциала «Орловщины» возможно только при консолидации наших усилий. 2016 год – это важнейший политический рубеж, когда состоятся выборы органов власти различных уровней. Я призываю все политические силы региона организовать конструктивные взаимодействия и проявлять единство во имя развития нашей области, во имя Российской Федерации. Как сказал глава государства в своем послании, при всех спорах самое главное – мы должны сохранить сплоченность. Особо вращаясь к руководителям и активам муниципальных образований, нередко бывает так, что инвесторы, решив вопросы на региональном уровне, сталкиваются с проблемами на местах. Для общего влага мы вынуждены их решать в ручном режиме, при вмешательстве областных структур. Такая практика должна быть прекращена. Орловская область должна распахнуть двери новым инвесторам, новому бизнесу и предпринимательской инициативе, модернизации и развитию существующих производств. Призываю всех принять самое активное участие в работе по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в нашем регионе. Благодарю за внимание. Главный результат инвестиционной политики власти видят в улучшении экономических показателей, подъеме промышленного производства, создании новых предприятий и рабочих мест. Члены правительства сделали акцент на перспективные направления сфер, которые они курируют. Сегодня ЖКХ это не только основополагающий элемент комфортной среды каждого гражданина, но и правильно было бы сказать, что это стабильный и надежный рынок, который в общем-то не зависит как от внешней конъюнктуры, о чем сегодня много говорилось, так и от внутренней экономической ситуации. Сегодня федеральным правительством предпринимаются шаги по модернизации законодательства в области инвестирования в жилищно-коммунальное хозяйство. Вышел закон о государство-частном партнерстве. На выпуске находится закон смягчающей обязанности в энергосервисном контракте. Если взять всю специфику жилищно-коммунального хозяйства, объем инвестиций можно оценить в 9 миллиардов рублей. Это те средства, которые можно вкладывать уже сейчас и под которые мы разработали механизмы для их привлечения. В Орловской области сформирована компетентная команда, имеющая достаточные квалификации для проведения этих всех конкурсных процедур. И мы ждем от наших инвесторов настроя на компетентные долгосрочные взаимоотношения. Инвестиционное послание – это знаковое событие для региона. С одной стороны, с другой стороны, это, если хотите, видимая часть. Это посыл всем участникам, игрокам, рынка, бизнесу, инвесторам, нашим муниципалам, госслужащим. Те посылы, те идеи, те стратегические месседжи, которые сегодня делает губернатор, над которыми работает правительство, они доводились и доносились всем сегодня и бизнесу, и служащим, муниципальным, государственным, и надзорным органам. То есть, практически, это такая квинтэссенция стратегии, над которой уже год работает правительство. И я очень доволен тем, что сегодня мы все эти идеи и начинания не в частном порядке где-то озвучиваем на уровне отраслевых совещаний, а они подняты на уровень региональный, и звучат из уст губернатора, и звучат из уст советника президента, поддержку. Поэтому, что мы ждем? Мы ждем единой идеологии, единого понимания всего происходящего в инвестиционном, скажем так, секторе экономики. Потому что сегодня зачастую многие инвестиционные проекты не реализуются не потому, в нашей стране, я имею в виду, и не только Орловской области, они не реализуются не потому, что не хватает каких-то ресурсов и даже кредитных, мы сегодня на секции это обсуждали, а потому что где-то вовремя кто-то не поддержал, где-то вовремя кто-то не помог согласовать документы, получить своевременное разрешение на присоединение к сетям и так далее. И важно, что мы уходим от, планомерно, но верно, уходим от ручного режима и возводим эту работу, сопровождение, тотальную поддержку в системную работу. И каждый на своем месте должен постоянно об этом приоритетить и помнить. Поэтому, на мой взгляд, вот это поле информационное посредством таких мероприятий, оно формируется. И я думаю, что действительно это такой серьезный импульс для всех сегодня в регионе о том, что там, где еще это не сделали, нужно менять подход и менять приоритет. Безусловно, нам необходимо прежде всего мобилизировать те ресурсы, которые есть непосредственно у самих предприятий, осуществить им государственную поддержку, направленную на их модернизацию. И также решить целый ряд вопросов, чтобы те условия, в которых они функционируют, были для них комфортными, были стабильными. Безусловно, конечно же, эти условия во многом определяются федеральным уровнем, но то, что можно сделать на региональном уровне, мы должны это делать. Уже в конце этого квартала, в начале следующего, мы планируем, что наш регион посетит Мантуров, министр по промышленности Российской Федерации. С визитов будет включать в себя межрегиональную рабочую группу по вопросам импортозамещения. Кроме того, планируется и открытие одного из корпусов нашего ведущего завода машиностроения. Это ГМС «Левгидромаш». То есть министр примет участие в этом, поскольку это наше предприятие, одно из немногих, которое получило не так давно 500 миллионов рублей на реализацию данной инвестиционной инициативы и будет направлено на внедрение абсолютно трех новых линеек локализации производства по насосному оборудованию. Кроме того, мы завершим работу и выдадим разрешение на ввод в эксплуатацию. В ближайшее время нашему предприятию, которое размещается в Амцентском районе, в Зеленой Роще, это предприятие Амцентский завод цветных металлов. Сейчас мы с ним работаем, дорабатываем эту обстановку, чтобы все было в рамках действующего законодательства. И еще целый ряд проектов, которые мы будем реализовать в течение 2016 года, которые утверждены отраслевыми планами импортозамещения и которые туда войдут в результате инновационных инициатив, новых предприятий, размещающихся на территории особой или экономической зоны, индустриальных либо парков, либо которые будут реализовывать вопросы, связанные с модернизацией действующих производств промышленных на территории нашего региона. Непростая макроэкономическая ситуация, которая складывается в стране, требует решительных мер. Механизмы поддержки бизнеса и улучшения инвестиционного климата, выработанные в Орловской области, верны, сказал советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что правительство Орловской области определили важные приоритеты. Теперь дело за реализацией. Я думаю, что очень правильно сделан акцент на подъем инвестиционной активности. Сегодня именно нехватка и недостаток инвестиционных проектов является главным тормозом развития нашей экономики. И то, что губернатор области ключевым и приоритетным направлением своей работы избрал стимулирование инвестиций, я считаю, что это не просто правильно, а это единственный возможный сегодня путь для преодоления кризиса и для создания условий устойчивого экономического роста. В ситуации, когда в целом макроэкономическая среда неблагоприятна, высокие процентные ставки и труднодоступные кредиты, на областном уровне решается судьба страны, можно сказать. Благодаря специальным инструментам поддержки инвестиционной активности, о которой Владимир Владимирович говорил и которые сегодня в области реализуются, можно рассчитывать не только на стабилизацию, но и подъем областной экономики. Инвестиционное послание абсолютно продумано, оно не максимизировано каким-то образом, то есть нет никаких лишних хотелок, учитывая сегодняшние современные условия. Больше всего я жду эффекта от сейчас запуска особой экономической зоны, которая будет основным стимулом, толчком для развития разного сектора развития экономики. Поэтому вот в апреле месяце, я думаю, у нас произойдет то ключевое событие, благодаря которому мы и пойдем дальше, в том числе и начнем вспоминать о развитии, становлении, восстановлении своего аэропорта Южный, потому что это все идет в комплексе. Поэтому 16-й год для нас год такой достаточно серьезный, экономически ключевой, несмотря на сложности, это говорит о том, что у нас есть какие-то шансы остановиться. Сегодня таких шансов нет. Если мы хоть где-то начнем пробуксовывать, у нас счет провалится в целом, поэтому надо идти вперед. А при такой поддержке, как Сергей Юрьевич, мы сегодня с ним после этого мероприятия еще ряд обсуждений сделаем, в том числе будем встречаться и с бизнесменами. Благодаря Сергею Юрьевичу я думаю, что мы создадим общую модель, которую можно будет реализовать, прежде чем в Орловскую область, потому что я за нее отвечаю. И при его поддержке, думаю, у нас ряд проектов реализуется с большей скоростью и более лучшим эффектом. Прежде всего мы законодательно сегодня сделали все для того, чтобы инвесторы пришли в Орловскую область. И вот первое ожидание, конечно, это новые инвестиционные проекты, создание новых рабочих мест. И самое важное, чтобы было доверие именно бизнес-элит, бизнес Российской Федерации к Орловской области. Вот ожидаем новых перспектив, новых инвесторов. Ну и самое важное, если необходимость, мы всегда готовы сделать любые изменения в нашем законодательстве для того, чтобы еще раз снять административные барьеры, еще улучшить инвестиционную привлекательность, вплоть до определенных налоговых и льгот. На этом спецвыпуск завершен. И я передаю слово Виктории Паниной, которая познакомит вас с этими и другими событиями более детально. В студии был Ростислав Белык. Всего хорошего. Здравствуйте. О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Губернатор области Вадим Потомский выступил с инвестиционным посланием. В церемонии принял участие советник президента Российской Федерации. Российская сельскохозяйственная страна и потенциал до сих пор огромен. 300 миллионов рублей. Определен размер по субсидированию региона правительством страны. Постоянными рубриками у нас является новостной блок. Пятый день рождения. Студенческий Орловский журнал готовится удивить своих читателей. Торжество накануне Международного женского дня. В Северном районе прошел концерт, посвященный 8 марта. Советник президента Российской Федерации по вопросам региональной и экономической интеграции Сергей Глазьев прибыл в Орловский регион. Он принял участие в презентации ежгонного инвестиционного послания губернатора Вадима Потомского. В этом году церемония проходила в новом формате. Наталья Пехтерева знает подробности. Масштабность, главная особенность инвестиционного послания 2016 года. Мероприятие больше напоминало форум, где определялись ключевые моменты развития региона. Место встречи – концертный зал Института культуры. Заслушать послание губернатора собрались представители общественности разных уровней власти. Люди, которые уже сейчас отвечают за перспективы региона. И те, кто готов разделить с ними ответственность за будущее. Представители деловых кругов потенциальный и нынешние инвесторы. Список делегатов довольно представительный. Вообще это долгожданное событие. Почему? Потому что в области на сегодняшний день достаточно большое количество проектов проработки. И как раз сегодня мы услышим, какие проекты будут стартовать в этом году, какие будут дорабатываться и какой результат мы к концу года получим. Инвестиционное послание губернатора – это второе крупное событие в 2016 году вслед за Орловским экономическим форумом. Я думаю, что упор выступлений губернатора будет сделан на развитие особой экономической зоны. Вся предварительная работа уже подготовлена. Я думаю, что это будет наиболее адекватным ответом на все негативные тенденции, которые у нас сегодня существуют в экономике, на спад инвестиционной деловой активности. Я думаю, что губернатор в своем инвестиционном послании обрисует четкие критерии, по которым будет развиваться область в ближайшее время. Это и экономические зоны особые, это и развитие промышленности. Мы считаем, что инвестиционные возможности Орловской области еще очень велики и потенциал огромен. Вот мы думаем, что в этом послании как раз будут основные направления инвестиционной политики отражены. Инвестиционное послание губернатора Вадима Потомского – это один из важнейших документов. Другими словами, программа развития региона, стратегия развития. Здесь нашли отражение достигнутые социально-экономические показатели Орловской области. Объем производства сельскохозяйственной продукции, по предварительным данным, в 2015 году состоял 64,4 миллиарда рублей или на 123% выше в действующих ценах к уровню 2014 года. Это очень приличный показатель. Общий объем инвестиций по итогам 2015 года состоял 52,3 миллиарда рублей, что на 9,9% выше уровня 2014 года. Вадим Потомский озвучил план по привлечению в Орловскую область инвестиций. Одна из основных задач – обеспечить реализацию перспективных проектов. В 2015 году было много сделано для развития на Орловщине малого и среднего бизнеса. На его поддержку было привлечено более 89 миллионов рублей. Основными направлениями господдержки малого и среднего бизнеса является представление микрозаймов, гарантий и поручительство по кредитам, субсидирование затрат, направленных на развитие бизнеса. Средства субсидий в 2015 году были также направлены на создание на базе Фонда поддержки предпринимательства Орловской области Центра кластерного развития. Среди главных направлений – создание 10 индустриальных парков, особой экономической зоны, развитие новых инновационных кластеров, отметил губернатор, а ряд поручений были даны членам правительства. Как сказал глава государства в своем послании, при всех спорах самое главное – мы должны сохранить сплоченность. Особо вращаясь к руководителям и активам муниципальных образований. Нередко бывает так, что инвесторы, решив вопросы на региональном уровне, сталкиваются с проблемами на местах. Для общего влага мы вынуждены их решать в ручном режиме, при вмешательстве областных структур. Такая практика должна быть прекращена. Орловская область должна распахнуть двери новым инвесторам, новому бизнесу и предпринимательской инициативе, модернизации и развитию существующих производств. Призываю всех принять самое активное участие в работе по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в нашем регионе. Планы развития ряда направлений представили члены правительства. В настоящее время по итогам всесторонной оценки ситуации в правительственном области рассмотрен вопрос, и сегодня идет уже техническое оформление о снижении кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного значения. В ближайшее время результаты эти будут уже объявлены. Перспективной программой деятельности в сфере промышленности в 2016 году станет дальнейшее развитие региональной и межрегиональной промышленной кооперации путем реализации совместных проектов и разработок, в том числе в рамках соглашений с регионами. В Орловской области запланировано к реализации ряд макропроектов. В первую очередь надо вести речь о сфере теплоснабжения города Орла. Губернаторам поставлена задача проработать и подготовить конституционное соглашение, проанализировать рынок теплоснабжения. Советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев дал положительную оценку проектам, реализуемым в Орловском регионе. Вадим Владимирович, мне кажется, совершенно правильно выбрал направление главного удара, что называется инвестиции. Это основа современного экономического роста, без инвестиций роста не бывает. И та норма накопления, которая поставлена в качестве целевого ориентира, это именно та цифра 26% к валовому продукту, о которой говорил президент в своих указах о долгосрочной экономической политике в 2012 году. Эти цели долгосрочной экономической политики не отменены, они никем не могут быть отменены. Мы должны ориентироваться на эти параметры. И очень важно, чтобы те институты, о которых говорилось только что в институтном послании, эффективно заработали. Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения работников различных отраслей народного хозяйства Орловской области. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. По окончании съезда муниципальных образований к губернаторам области были подписаны сразу три инвестиционных соглашения. Объем инвестиций по ним составил свыше 10 миллиардов рублей. Цифра, озвученная главой региона. Все три инвестора планируют на территории Орловской области заниматься сельскохозяйственной отраслью. Одни по выращиванию сои, другие плодо-овощной продукции. Спасибо. Вам спасибо. Вы приедете, поверите, будете помогать. Добрый будь. Добрый будь. С Богом. С Богом. В Орловской области насчитывается 267 муниципальных образований. Часть их представителей прибыла в четверг в областной центр на съезд глав муниципальных сельских образований. Он состоялся в девятый раз, но впервые прошел в рамках инвестиционного послания, с которым губернатор Вадим Потомский выступил перед депутатами областного совета. Собравшиеся же до инвестпослания в зале Орловского института культуры говорили про укрепление районов. Говорится об этом не в первый раз, но впервые так открыто с поддержкой районных руководителей. Все понимают, что нам нужно уменьшать свои расходы. У нас очень раздутые штаты по некоторым направлениям. И сегодня объединение глав районных центров в одну единую администрацию районов и центров позволит нам сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата. А эти деньги направят на социально нужные граждане. Кстати, на девятом съезде муниципальных образований были заслушаны отчеты глав муниципальных сельских поселений. А некоторые обратились к губернатору с просьбой. Тоже, наверное, мне подтяжут коллеги, связанно с земельным законодательством. С 15 марта 2015 года земельными вопросами ведает сельское поселение. Это и оформление документов, и предоставление в аренду, и продажа земельных участков. А денежные средства идут в район. Проблемой земельного вопроса, с которым во время съезда к Вадиму Батомскому обратились пять глав муниципальных образований, было решено вынести на более тщательное изучение на заседании правительства Орловской области. Таким образом, вопрос не остался без внимания руководства региона. О развитии промышленности в регионе говорили сегодня в Орловском институте культуры. В рамках диалоговой платформы инвестиционной стратегии «Открытый Орел» прошло заседание секций. Во встрече приняли участие руководители промышленных предприятий региона, руководители инвестиционных компаний, инновационных предприятий, финансовых организаций, представители Департамента промышленности и связи, депутаты. Обсуждения коснулись перспективных направлений развития промышленности области, взаимодействия бизнеса и органов власти. Давайте вспомним, как лен перерабатывать. Его там нужно обтрепать, расчесать, переложить и все. У нас этого нет. И у нас много таких простейших технологий, которые мы напрочь забыли, и которые никто не пытается вспомнить. Зато мы пытаемся строить космические корабли и запускать в космос. Обсуждения в еще одной секции коснулись национального рейтинга состояния инвестиционного клиента. Климата субъектов Российской Федерации. У нас очень хороший показатель был эффективности субсидий по вновь созданным и сохраненным рабочим местам. Ведь это считается одним из основных направлений, в котором Министерство экономического развития принимает от нас отчетность. Этот показатель у нас в полном объеме исполнил всеми нашими фондами по прошлому году, а также в результате конкурса по субсидированию и оборудованию и начинающих предпринимателей. Все те заявленные показатели, которые были по созданию новых рабочих мест, нашими предпринимателями исполнены. По госпрограмме развития сельского хозяйства Орловская область получит порядка 300 миллионов рублей от правительства Российской Федерации. Распоряжение по субсидированию регионов накануне подписал Дмитрий Медведев. О проблемах и перспективах АПК Орловщины сегодня говорило руководство и передовые предприниматели области на секции в рамках инвестиционного послания губернатора. Далее с подробностями Андрей Деркач. В четверг 3 марта накануне презентации инвестиционного послания губернатора прошел ряд секций по направлениям развития и повышения инвестиций в промышленность, защиты бизнеса, а также агропромышленного комплекса региона. Преимущества территориального размещения, климатических условий, плодородной почвы, инфраструктуры и кадрового потенциала. Все это определяет вектор развития региона, отметил зампред правительства области по АПК Дмитрий Бутусов. Орловская область по производству основных продуктов сельского хозяйства на душу населения занимает сегодня крепкие позиции, как в России, так и в ЦФО. Я хочу отметить, что уровень самообеспеченности составляет по мясу 133%, по молоку сегодня 104%, по картофелю 125%. В качестве перспектив инвестирования в аграрную отрасль Орловщины правительством выбрано два направления. Развитие действующих предприятий с хорошей ресурсной сырьевой базой в числе таких передовое предприятие полного цикла «Знамецкий СГЦ». Россия – сельскохозяйственная страна, и потенциал до сих пор огромен. Так вот, направленные деньги даже под маленькие процентные ставки в конкретные обязательства по построению таких предприятий, они не приводят к дальнейшей инфляции, потому что они не уходят на фондовые рынки, на финансовые рынки, не приводят к спекулятивным действиям, а заставляют развиваться то, что нас будет кормить в будущем. То есть заставляют развиваться промышленные предприятия и сельское хозяйство. Качественный прирост урожая напрямую зависит от семенного фонда. Именно поэтому развитию семеноводства будет уделяться, как прежде, первостепенное значение. «Стоит задача производить до 100 тысяч тонн элитных семян к 2020 году. То, можно сказать, мы вот у себя сегодня уже производим, ну ежегодно производим где-то 15 тысяч тонн семян, продаем 10 тысяч тонн семян. И при том, что у нас объем, конечно, по площадям ограничен». Вторым направлением инвестпотока станет новое производство. На данном этапе регион уже сделал значительные шаги в выбранных направлениях. Так, в 2015 году построен и модернизирован ряд объектов по хранению и переработке зерна. Общим объемом более чем 250 тысяч тонн. В рамках развития данного направления планируется создать современные животноводческие комплексы, а также произвести закладку садов. Андрей Деркач, Олег Фомин, Телеканал Первый областной. А первым пунктом в плане сегодняшних мероприятий, связанных с презентацией инвестиционного послания, стала встреча орловчан с Сергеем Глазьевым. Это советник президента, политический и государственный деятель, академик РАН, постоянный член изборского клуба. Послушать его пришли студенты орловских вузов, аспиранты, педагоги и Сергей Быковский. Со слов Сергея Глазьева, политика, экономиста, советника президента, профессора, академика РАН, Центральный банк способствует ухудшению финансового положения России. А добрая половина активов самых разных секторов российской промышленности вообще принадлежит иностранцам. И при одних и тех же условиях МВФ дает России одни указания, а, например, Соединенным Штатам дает другие. И хорошо наши экономики становятся, только если мы МВФ не слушаем и поступаем по-своему. Вот о таких вещах и говорил Сергей Глазьев, сразу предупредив, что в его выступлении будет мало из того, о чем пишут в учебниках, а будет то, что даже до конца теоретически не закреплено, но очевидно. Любое предприятие сегодня в Америке, в Европе, в Китае, в Японии может взять кредит под 1-2-3%. У нас, наоборот, высокие процентные ставки, самые высокие в мире сегодня стран 20-ки, если брать. И практически они стали недоступными для предприятий реального сектора. По мере того, как Центральный банк повышал процентные ставки, падали темпы экономического роста. Кто же от этой политики выигрывает? Спекулянты. Впрочем, кто именно скрывается за этим словом, озвучено не было. Спекулятивный пузырь сегодня превышает объем валового продукта почти в 15 раз. Превышает объем внешнеторгового оборота в два десятка раз. Спекулянты манипулируют и курсом рубля. Такую возможность им предоставил тот же ЦБ. При этом... У нас нет никаких объективных причин для падения курса рубля, и тем более для его резких флуктуаций. Разговоры о том, что курс рубля падает, потому что падают цены на нефть, они справедливы всего лишь на 15%. А была бы нормальная денежная политика в стране, мы могли бы производить на 40% больше продукции, чем производим сейчас, говорит советник президента. Но такой денисанс отнюдь не выгоден за границей. Российский финансовый рынок сегодня, как вы видите, контролируется иностранцами. Их доля устойчиво превышает три четверти. Да и не только финансовый рынок. За Бугодием контролируется идеальный сектор производства. Потому что если вы хотите брать кредиты за рубежом, вам за рубежом нужно предоставлять залоги. А для того, чтобы предоставлять залоги, нужно перерегистрировать права собственности в той юрисдикции, в которой вы берете кредиты. Поэтому политика ЦБ по дорогих денег привела к тому, что сначала пошли наши предприятия занимать деньги за рубежом, а потом туда же перевели права собственности. Доклад Глазьева был посвящен не только кризису современной экономики и его причинам, но и конкретным мерам, которые могли бы оказаться кстати, чтобы изменить ситуацию и свести на нет угрозы экономической безопасности России. Среди них главное – это целевая кредитная эмиссия под нулевой процент под контролем государства. Участниками встречи стали представители органов власти, члены регионального отделения изборского клуба, студенты и преподаватели вузов. На встрече были и вопрошающие Глазьеву, и аплодирующие, и те, кому и так жить хорошо. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал «Первообластной». В этом году студенческий их журнал «Новый элемент» отметил свой пятый день рождения. Трудоредакции не раз отмечали первыми местами на конкурсах профессионального мастерства среди СМИ. Как региональный студенческий журнал вошел в топ профессиональных, расскажет наш корреспондент. Они называют себя студенческим объединением творческих непрофессионалов. Уши, глаза и пишущие руки журнала – это экономисты, юристы, бизнес-информатики и даже ветеринары. Над созданием очередного выпуска трудятся студенты практически из всех вузов Орла. Это в корне отличает концепцию «Нового элемента» от десятков других студенческих СМИ. К тому же никакой конкуренции. Я здесь уже около года. На самом деле не думала, что так долго продержусь. А писала я давно, и мне всегда это нравилось. А тот и коллектив хороший, и вроде как у нас в Орле много всего происходит. Есть о чем писать, есть о чем говорить. И втянулась, стало интересно, и теперь уходить совсем не хочется. Новый элемент был создан осенью 2011-го. Первые два года журнал выпускался на средства федеральной программы, которую получал правком студентов тогда еще «Орел ГТУ». С 2013 года уже, к сожалению, финансирование прекратилось. И была подана заявка на грант из областного бюджета, и мы ее выиграли. И уже, получается, в течение трех лет мы выпускаем журнал на средства из областного бюджета. Над созданием журнала трудится около 15 человек. Есть редактор, художник, верстальщик, ну и, конечно, корреспондента. Коллектив исключительно женский. Сильный пол Орловского студенчества в журналисты пока не стремится. У тебя в руках последний выпуск, да? Расскажи, во-первых, из чего состоит выпуск, какие рубрики есть? Вообще в журнале 16 полос. Все рубрики, которые содержатся, у нас расположены сразу на третьей полосе. Но они могут меняться в зависимости от материала, который мы собрали. Постоянными рубриками у нас является новостной блок. Здесь мы рассказываем о наиболее заметных событиях, которые происходят в вузах. Также есть рубрики «Тренд актуальна» на местах, в тему, на заметку и многие другие. Все зависит от наполнения выпуска и тех событий, что произошли недавно в Орловских вузах. Выходит журнал один раз в месяц в количестве двух тысяч экземпляров. И распространяется во всех высших учебных учреждениях Орла. Работают начинающие журналисты в основном удаленно. Сами ищут темы, ездят на мероприятия, потом пишут и по электронной почте отправляют редактору. Правда, без живого общения все же не обходится. Строго раз в месяц в плане Орка, где обсуждаются последние новости студенчества и раздаются задания. Я могу поехать. Я в любом случае там буду, поэтому... Хорошо, тогда дописываю. Какие еще у нас мероприятия проходили? На очередной повестке Международный женский день. Масленица, встреча студентов с Дианой Арбениной и многое другое. Но изюминка выпуска, как уважающие себя СМИ, держат в секрете. Алина Лагуцин, Олег Фомин, телеканал Первый областной. В поселке Тайное Орловского района из-за начавшегося половодья затопило мост. Напомним, Тайное и областной центр соединяет низкопольный мост, который зачастую во время весенних паводков уходит под воду, тем самым отрезая поселок от цивилизации. Как в рамках борьбы с проблемой по федеральной программе, к поселку Орловского района была построена объездная дорога. В правительственном области приняты меры по заключению договора на право обслуживания пригородного маршрута микрорайона Тайное. И с 10 марта по новой объездной автодороге будет числяться движение. Соответственно, все жители деревни Тайное могут воспользоваться услугами пассажирского транспорта. Расписание будет размещено на конечных остановках, то есть это дождут на кольцо деревни Тайное и, соответственно, микрорайон. Управление МЧС по Орловской области напоминает вперед половодья. Орловцам стоит быть особенно бдительными, не оставлять без присмотра детей. Сейчас на месте подтопления круглосуточно дежурят спасатели. С поклоном и любовью для сильных мужчин и нежных женщин. Праздник под таким названием проводился для жителей Северного района. В концертном зале Дворца Металлург собралось несколько сотен орловчан. Совместно с концертом мы решили поблагодарить старших по домам, представителей домовых комитетов, уличкомов, которые всегда помогают нам решать проблемы и задачи жителей округа. Порадовали женщин не только почетными грамотами, но и букетами весенних цветов. Приятным сюрпризом для присутствующих также стал праздничный концерт. Для орловчан был представлен целый калейдоскоп творческих номеров. Как обещают организаторы, в ближайшее время орловчанок ждет еще один приятный сюрприз. Он состоится 8 марта. Я думаю, что сегодня мы порадовали и порадовали жителей Северного района. И вместе с тем, в любом случае, 8 числа, 8 марта, в праздничный день, традиционно состоится вновь концерт для мира Дворца Металлург. На сегодня это все. Об интересном и важном сообщайте нам по телефону 76 10 28 и 508 088 до телефон нашей горячей линии. И пишите на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Славянская мебель – крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель – это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес – улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Скорая амбулаторная помощь «Медлюкс Орел» предлагает услугу УЗИ на дому. На современном оборудовании взрослым и детям. Консультативная помощь УЗКИХ специалистов. Телефон 78 43 78. Сбрось лишнее в тренажерном зале. Спортивный клуб «Сталь». Меняйся к лучшему. Приходи. Орел. Рощинская, 12. Звони. 33 05 93. Экспресс-радио «Орел» приглашает всех на наш день рождения. Ждем всех в Лиге Чемпионов. Поздравить любимое радио приедут группы «Операция Пластилин» и «Селф Рейсерс». Приходи и ты. 1 апреля. Лига Чемпионов. День рождения. Экспресс-радио. Начало в 19 часов. Нам 24. И это не шутка. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 на 10 на «Экспресс-радио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова